ТРАССА СТО ОДИН Приветствую, в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Volkswagen запустил в России продажи своего самого доступного кроссовера. Цены на Taos начинаются почти от 1 миллиона 630 тысяч рублей. Комплектацию автомобиля 4. Начальное подразумевается наличие бензинового 110-сильного атмосферника, пятиступенчатой механики, кондиционера, цифровой приборной панели, круиз-контроля, светодиодных фар и так далее. В общем, не бедно. Топовая версия обойдется минимум в 2 миллиона 100 тысяч. ТРАССА СТО ОДИН В правительстве определились с размером субсидий россиянам, которые решат купить новый электромобиль. Речь идет о 25% от стоимости электрокара при его максимальной цене 2,5 миллиона рублей. То есть получается, как это сейчас принято говорить, выгода в 625 тысяч. Еще одно условие – машина должна быть выпущена в России. Батарейка может быть, правда, импортной. Беда только в том, что в настоящее время серийных электромобилей в нашей стране ни отечественных, ни зарубежных нет. ТРАССА СТО ОДИН Почти треть российских водителей проводит в пробках больше недели в год. Речь в первую очередь идет о Москве и Московской области, выяснил портал Дромрум. Для четверти автовладельцев данная проблема стоит менее остро, но несколько дней стояния за 12 месяцев набегают. Наконец, около половины автомобилистов сталкиваются с пробками редко. Вообще их практически не видят автолюбители в Хакасии, Забайкальском крае и Амурской области. ТРАССА СТО ОДИН Накатал 100-150 тысяч километров, от машины пора избавляться. Так считают большинство участников опроса, проведенного Авито. Главный мотив для продажи – стремление приобрести другой автомобиль классом выше. Каждый седьмой респондент признался, что основным фактором для него станет поломка. В среднем треть россиян меняет колеса раз в 4-5 лет, еще треть – раз в 6-10 лет. ТРАССА СТО ОДИН Максимальный размер выплат в рамках ОСАГО – 400 тысяч рублей. Но как быть, если автомобилю нанесен тотальный ущерб, и убытки намного превышают указанную сумму? Из ситуации можно выйти, сделав оценку стоимости авто на момент аварии. За разъяснениями обратимся к руководителю отдела транспорта компании «Экскон» Константину Кузнецову. Мы можем осмотреть автомобиль полностью с выездом, с полной дефектовкой данного транспортного средства и составить смету восстановительного ремонта, если она превышает 400 тысяч. Если автомобиль нецелесообразно восстанавливать, то тогда мы еще составляем расчет стоимости транспортного средства на момент аварии и стоимость годных остатков. И разница между этими двумя величинами получается ущерб, который человек может потребовать второго участника ДТП. Если он не согласится в добровольном порядке, подать исковое заявление в суд. Компания «Экскон» находится в Кирове по адресу улица Карла Липкнехта, 13. Телефон горячей линии 73-50-50. Сайт ex-defiscon.ru На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова. До свидания. ТРАССА СТО ОДИН Редактор субтитров А.Семкин